всем привет это видео является продолжением обзора топ 20 языкового программирования вот в котором я сказал что по каждому языку программирования мы более детально пройдемся и вот сегодня этот язык java первое место которое у нас заняло так вот в этом видео вы здесь будет как бы больше текста и ближе к концу видео небольшой примерчик программы типа hello world на языке java так вот в этом видео вы более детально как бы услышите что такое java как она работает посредством чего компилятор это или транслятор а вот так же небольшие сравнения с языком сиси плюс плюс производительности вот основные возможности также средства разработки по его программного обеспечения вот где используется java пару примеров приложений которые написаны на я во или частично на яви вот пару претензий к языку ну и собственно говоря небольшой примерчик вот так вот если вам это интересно не переключаемся завариваем чай и продолжаем смотреть и так java 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 ну и другие возможно есть название которых я не знаю это сильно типизированный объектно-ориентированный язык программирования разработанный компания сан микросистом или микросистом или мелкосистом вот но в последующей приобретенной компании oracle программы на java транслируется в байт код java и выполняемый виртуальной машины то есть виртуальная машина это у нас java virtual machine программа которая обрабатывает байтовый код и передает инструкции оборудованию как интерпретатор вследствие этого можно с натяжкой принципе говорить что java или я во давайте дальше будет это я во вот я во это у нас кроссплатформенный язык программирования но для его работы обязательно нужна виртуальная машина которая есть практически под каждую популярную платформу код достоинством подобного способа выполнения программ в частности виртуальной машины является полная независимость байт кода от операционной системы и оборудования что позволяет выполнять java приложения на любом устройстве для которого существует соответствующая виртуальная машина другой важной особенностью технологии я вам является гибкая система безопасности в рамках которой исполнение программы полностью контролируется виртуальной машины то есть это к как вы уже поняли некая прослойка это виртуальная машина то есть я во программа виртуальная машина и непосредственно уже команд и компьютер или оборудование и вот выполнение контролируется все виртуальной машиной то есть мы пишем какой-то код запускаем это все уходит на виртуальную машину а виртуальная машина там контролирует все ли хорошо если все нормально транслирует передает это оборудованию либо компьютеру вот соответственно как бы любые операции которые превышают установленные полномочия программы то есть к примеру там попытка не санкционирована доступа к данным или соединение там с чем то есть чем нельзя вызывает немедленное прерывание этих команд операции часто к недостаткам концепции виртуальной машины относят снижение производительности но здесь на самом деле в любом языке в любой технологии есть свои достатки и недостатки вот но были разработаны ряд усовершенствований вон которые я там несколько увеличили скорость выполнения программ на я во то есть одно из усовершенствований это применение технологии трансляции байт кода в машинный код непосредственно во время работы программы все это еще называется если вам интересно почитаете это у нас джек технология джей айти возможно технология вот с возможностью сохранения версии классов в машинном коде далее широкое использование платформа ориентированного кода то есть так называемый найти в код вот найти в код вот вот в стандартной библиотеках то есть это найти в код это как бы родной коды к примеру платформа и это могут может быть написано какая-то библиотека ну возьмем примеру там вот возьмем и android и там у нас есть android ндк то есть найти development kit вот и там можно написать библиотеки на языке сиси плюс плюс с максимальной производительностью и просто подключите к нашей программе на java соответственно что-то будет как бы работа чего-то может быть существенно ускорено вот ну и третье улучшение это аппаратные средства обеспечивающие ускоренную обработку байт кода то есть аппаратные средства до непосредственно уже встроенные то есть это уже железяки сами обеспечивают ускоренную обработку байт кода вот то есть например как пример есть технология она называется вот так джазеллы и которая поддерживается некоторыми процессорами фирмы арм я думаю арм вы слышали уже есть такие процессоры вот идем дальше по поводу производительности по данным сайта там show out или давайте я уже напишу его переключаемся шут аут эллиот да эллиот дебиан орг дебиан . орг для семи разных задач время выполнения на я вам составляли в среднем в полтора два раза больше чем на языке си или си плюс плюс в некоторых случаях я в быстрее а в отдельных случаях в 7 раз медленнее вот с другой стороны для большинства из них потребление памяти я вам машиной было в 10 тире 30 раз больше чем программа с программами на си си плюс плюс также было проведено исследование подобное компании google согласно которому отмечается существенно более низкая производительность и большее потребление в памяти в тестовых примерах на я вам в сравнении с аналогичными программами на си плюс плюс вот но но что делать везде есть свои достатки как я рил и недостатки а вот идеи заложенные в концепции и различные реализации среды виртуальной машины я во вдохновили множество энтузиастов на расширение перечня языков которые могли бы быть использованы для создания программ исполняемых на виртуальной машине вот эти идеи также нашли выражение спецификации общей инф языковой инфраструктуры может кто-то уже слышала такой c ой вот которая заложена вас в основу платформы нет вот форма нет это мы знаем на компания microsoft и разрабатываемый и поддерживаемый ей язык это си шарпа dotnet а dotnet core и так далее вот итак основные возможности языка я ва или джава пусть не ругают меня специалисты вот основные возможности основные возможности это автоматическое управление памятью есть расширенные возможности обработки исключительных ситуаций есть богатый набор на средства фильтрации ввода вывода есть набор стандартных коллекций массив список стек и т.д. и т.п. то есть это абстрактные типы данных вот написание простых средств создания сетевых приложений в том числе с использованием протокола р.м. а есть наличие классов позволяющих выполнять http запросы и обрабатывать ответ это работа у нас в интернете это сайты и все такое далее встроенный в язык средства создания многопоточных приложений которые потом были портированы на многие языки примеру там один из таких языков являются python питон удав там по разному называют дальше унифицированный доступ базам данных то есть более простой доступ глазом данных и там разделено он на уровне отдельных и сколь запросов на основе вот таких вот технологий и на уровне концепции объектов обладающих способностью к хранению в базе данных на основе java data object и java persistence api есть также поддержка обобщений вот ну и поддержка лямб замыканий встроенные возможности функционального программирования но вот ну об этом всем вот я здесь специально это так и написал вы можете уже детально познакомиться что это все такое и так идем дальше какие основные на средства разработки программного обеспечения вот основными то есть это основные есть у нас gdk gdk это набор библиотек и кроме всего прочего кроме набора этих библиотек для платформ java se java еще содержит компилятор командной строки который называется java или явок кто как называет и по-разному коверкает вот и набор утилит также работающих в режиме командной строки есть следующее средство для разработки по то есть это у нас нет бинс и dg вот то есть это свободная интегрированная среда разработки для всех платформ java java me se и е е пропагандируется ораку владельцем технологии java так как вначале я сказал что разработана была микроси сан микросистем вот последствий оракова и купила и полный и является владельцем технологии java вот так вот прокомпагандируется ораку как базовое средство для разработки программного обеспечения на языке java и других то есть там также поддерживается разработка на языке сиси плюс плюс печь и фортран и других далее eclipse и да и мне он не нравится силу того что он большая часть написано именно на яви вследствие это есть некие тормоза поэтому но eclipse и да и также это свободная интегрированная среда разработки для я явы вот пропагандируется ibm вот и да там можно разрабатывать на множествах языках то есть это сиси плюс плюс руби фортран я вам и т.д. и т.п. под android в частности android и да и это тот же eclipse только немного перепиленный на вот и и там тоже я вам то есть под android вот идем дальше следующее средство разработки это intel и джи айдер вот эта среда разработки опять-таки для я вам с е е е е вот разработчик компании jetbrains и распространяется в двух версиях свободной бесплатно это комьюнити эдишн и коммерческой проприетарной это ультимейт эдишн следующее джей девелоп джей девелоп это у нас среда разработки для платформ для перечисленных платформ разработчик у нас компания порог дальше у нас идет blue джей вот это среда разработки программного обеспечения на языке я вам созданная в основном для использования в обучении и также подходит для разработки небольших программ дальше я во для ай ай ос это обучающее приложение и компилятор для ай ос ну и последняя кстати вы ее сейчас видите это джини свободная среда разработки программное обеспечение написанная с использованием библиотеки gtk 2 вот данном случае вот вы ее видите это джини это такой редактор вот я в нем пишу вот весь этот текст и так где же используется я его я использую много где ну давайте основное я вы это прежде всего язык который используется для серверных приложений в крупных корпорациях это банки страховые компании розничные сети и т.д. и т.п. вот мировые банки там дойч банк city group там и и другие используют я вам для написания back-end и front-end офисных электронных систем то есть back-end это то что то вот там сзади да а front-end это где-то вот здесь впереди то есть front-end это мы обычно видим мы с этим работаем это какие-то приложения это какие-то кнопочки это что то то что мы видим можем потрогать а back-end это то что это серверная обычная часть где обычно вся логика но не всегда вот также используется в приложении это уже понятно то есть если брать европу и сша то многие в приложении государственных учреждений страховых образовательных оборонительных учреждений написаны на я во также трейдинговые приложения всякие forex и и подобные шмор x и вот ну android приложение конечно же бы подавляющее большинство приложений написаны на я вам с используем google и android api то есть и очень большой почему я вас занимает первое место так как у нас есть android который очень популярен сверх популярен он практически у каждого человека есть телефон на котором стоит android вот там соответственно у нас я во вот не было бы android а возможно я во и не было бы на первом месте по популярности дальше десктопные приложения к примеру то есть это те же программные средства и средства разработки которые мы уже там увидели да вот eclipse в частности написанная большая часть также нет бинс и да и вот же edit и и т.д. и т.п. далее встраиваемые системы java используется ильява на смарт-картах и сенсорах то есть она может использоваться даже в банковских карточках вот и много-много где еще то есть как вы видите область применения очень широкая но по поводу приложений написанных на java или частично джава ну давайте вот так вот google.com клиентская часть написана на java script серверная сиси плюс плюс гол я ва и python следующем следующем у нас идет всем знакомый фейсбук в котором тоже клиентская часть java script то есть это будет следующее видео по я вас крипту вот а серверная часть как мы видим где-то здесь затесалась тоже java youtube ком я думаю вы слышали что такое youtube так вот я если вы слышали если хоть раз туда заходили я думаю вы понимаете мою шутку а вот то клиентская часть это java script серверная сиси плюс плюс python java и гол гол понятно это разработка google значит где-то все равно нужно использовать свой язык для чего тогда разрабатывать далее ну и последнее у нас ебайком то есть торговая мировая площадка и клиентская часть на я вас крипте а вот серверная часть как мы видим практически это я во я вас крипт искала или скала дальше какие претензии ну я бы выделил бы пару претензий и первая самая основная сборщик мусора то есть силу своей неумности на машинах с недостаточным количеством озву этот сборщик мусора может запросто начать собирать мусор в свапе вызывая эпические тормоза и задержки вот в системах с большим количеством озву то есть оперативной памяти в силу изначальной дефективности модели сборки мусора также может на несколько десятков то есть несколько десятков секунд задумайтесь отправить весь сервер в задумчивость собирая мусор среди тысяч десятков тысяч сотен тысяч объектов вот тем самым вызывая отказа запросов клиентов по тайм-ауту вот этот же сборщик мусора эпизодически вызывает залипание так сказать несколько секунд сред эклипс айдея нет бинс то есть я пользовался одно время эклипсом это подтверждаю сто процентов то есть поэтому вот и основная я бы то есть там много можно найти претензий но вот я выделил две основных то есть это первая пока также этот сборщик мусора является причиной залипания и дерганности интерфейса android то есть я думаю вы замечали если не замечали то значит вы не пробовали телефоны в которых нету залипаний то есть это не реклама но можно сравнить айос там айфоны и android как продукции apple все быстро четко работает без тормозов и android также так как на андроиде вот все что отображается нажимается на экране все пропускается через java код а там внезапные активации то есть борщик мусора может внезапно проснуться и начинать что-то там собирать и какие-то доли секунд происходит зависание а вот но не всегда эта проблема явы довольно часто это проблема самих программистов которые пишут такой коды этих программистов еще называют быдло кодерами вот чтобы вы знали а вот ну и вторая претензия это необходимость тонкой оптимизации как ну кода это во многих языках так но кроме всего нужно еще настраивать jvm виртуальную я вам машину для того чтобы получить приличную скорость работы для каждого конкретного продукта но некоторые корпорации обходятся следующим это здесь есть некая доля шутки иронии ну где-то доля правды как к примеру корпорации samsung если все у нас тормозит ничего страшного добавим 8 ядер 16 гиг оперативки и все будет летать вот ну на этом все теперь давайте же посмотрим на небольшой примерчик кода на языке java java и java для этого давайте перейдем к вот такому онлайн компилятор давайте я вам скопирую ссылку вот и есть у нас не только для java для других языков вот такие компиляторы онлайн где можно для себя чуть-чуть попробовать что же это такое да забыл еще сказать расширение в основном расширение для программ написанных на языке java являются вот такие точечка java точечка яр джар 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 и точечка класс вот ну и теперь давайте посмотрим на вот этот вот это самая простая программа которая почему-то них его word но мы сейчас это исправим которая просто суммирует два числа вот есть та же функция main и давайте выполнить экзекьют нажмем и как мы видим вот результат x плюс y равно 35 вот ну и теперь я сейчас это вставлю свой примерчик и в котором просто нас будет хэллоу борт вот хэллоу борт печатается вот print line дальше пару примерчика по работе со строками вот у нас есть строка узнать ее длину и вывести на экран довольно просто value length узнаем длину строки дальше три типа это возможно есть и больше три способа перевода целочисленного значения в строку первое берем нашу есть такой classic integer и переводим в стринг число 10 вывели на экран дальше вот такой есть хитрый способ то есть 20 плюс якобы строку соответственно это конвертируется в строку ну такой как бы типа хак вот типа но это просто возможность языка есть язык это позволяет почему бы нет третий способ просто взять classic string и функцию value of то есть получить то есть данном случае будет конвертация опять-таки в строку наоборот же строку в число у нас есть как вы видите не string а integer и parse int вот ну и как пример вот у нас есть такая строка часто студенты всякие люди которые выполняют ну и занимаются изучением и выполняют различные задачки сталкиваются там разбить строку на под строки или файл на под строк или еще что нибудь ну к примеру как это в java вот есть строка и есть такой функция сплит который я говорю разбить и вот есть разделитель то есть сепаратор и из это пробелы здесь можно добавить переводы строк или еще чего-нибудь так вот вот это вот строка разбивается на три под строки то есть создается массив трех под строк и вывести этот массив самое интересное как а вот так вот рейс конвертированную строку и выводим эти линии конечно можно было это не делать меня могут наверно назвать быдло кодером но возможно и вот мы видим результат я выполнил экзекьют запустил и вот такой вот результат вот вы немного познакомились что такое java 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 вот увидели синтаксис вот это импорт по аналогии сиси плюс плюсом там есть include в яве есть импорт в java скрипте есть импорт в c-sharp есть импорт то есть мы подключаем нужную нам библиотеку вот так вот вы познакомились вкратце с языком java если вам он понравился то что я рассказал и возможно он вас заинтересовал то бегом бросайте все и начинайте кодировать и пишите свои программы качайте android sdk ndk пишите программы под android пишите программу под любую платформу в общем всяческих вам успехов если вам понравилось это видео пишите комментарии делитесь ваши комментарии ваша подписка обязательно подписываемся очень здорово помогает развитию канала это в свою очередь помогает на помогает мне дает мне стимул создавать все больше и больше интересных роликов больше обучающих видео ну и т.д. и т.п. поэтому всем спасибо за внимание ставим лайк подписываемся делимся все всем пока до новых встреч до новых встреч